Играет сугубо атакующий теннис Филисиан Лопес, хоть и левша, но он небольшой сторонник каких-то длинных розыгрышей. Он экономит силы для того, чтобы демонстрировать свою сильную подачу. Ну а тем временем Блейк блестящий играет. Будет в конце декабря, за три дня до Нового года. Но у Блейка было много травм, а Лопес, он все время очень рвано проводит сезон. Иногда и сезоны. Очень хорошо здесь Блейк на паузе. Посмотрел, куда смещается Лопес. Ну и так же достижения не самые большие у обоих. А посему линия промолчала, а судья на вышке сказал, что был аут. Так вот, к чему я сравниваю Лопес с Нодалем. Может быть он сейчас тоже начнет играть такими сильно накрученными ударами с задними линиями, но вообще вот мышцы своем. Но целый ряд травм Джеймса Блейка. А проблема у него еще из детства. Да, все в порядке. Главное, камера работает. Конечно, было впечатление, что мяч в ауте приземлился. Но вот зато одна из любимых. Ну здесь здорово играл Лопес. Учитывая подкрутку, направление достать такой мяч очень сложно. А здесь повезло, Блейку он поднимает, можно и проиграть. Но сейчас здорово попал, немного рисковал. В ответ слышат, что у меня там есть судья на линии, так что... В общем, я ему верю. Да, и выигрывает все-таки этот гейм Лопес. То есть такие цифры. Там-то не так много этих подач было. Но все здорово. Обойми играл здесь в чедрофинале, полуфинале. Не исключаю, что они достаточно долго после матча обсуждали. Где-то засиживаясь. Но вот первый раз мы слышим Бамус в исполнении. И фантастический прием на вылет в исполнении. Ну а здесь изначально в неравных условиях были теннисис. Ну молодец Лопес, не буду говорить, что... И вот пока-пока. Ну исходя из-за того, что Сет выиграл. И равенство определенно имеет во второй партии Лопес. Да так оно и есть. На важных, на ключевых мячах Лопес играет надежнее. Ну вот душераздирающий Крик Бамус. По-моему... Ну вот сейчас... Но можно не сомневаться в том, что во второй партии Блейк намного больше мячей выиграл активно, чем в первой... Поэтому нет так нет. Отмечили, что в полуфинале еще непростой матч был. Вроде Виктора Ганеско и Лопес его выиграл. Блейк его выиграл. Виноват. Да. Сам отдал этот гейм, этот сет Фелисиана Лопес. Ну а публика ликует. И так это в принципе... Но своей дежурной 10 иисов, наверное, Лопес подарил. Очень красивая свеча. Да. Браво! Джеймс Блейк немножко жалко Фелисианы Лопеса. Оба ушли в глухую оборону. Оба не хотели ошибиться. Но вот опять же, за что сейчас Блейк наказал Лопеса, теоретически можно было до этого мяча добежать. Хотя Блейк все равно... То феерическая игра, и кажется, вот он вернулся в Томми. Очень интересный теннисист. Ну а то не все удачно. А приехать на корты флашинг Медлз. В ранге 10 чемпиона Нью Хевена. Очень-очень нестечене обстоятельств. Уж очень должно тебе повезти. Джеймс Блейк гораздо больше, чем Фелисиана Лопеса. Заслужил победы здесь, на турнире в Нью Хевене. И вот он ее сейчас оформляет. Второй титул в карьере Джеймса Блейка. Только-только вернувшегося в строй после травм. 3-6, 7-5, 6-1. Выигрывает этот пока еще 25-летний американец. Но из чувства выполненного долга он может отправляться уже на другие американские корты, на флашинг Медлз, где пройдет US Open.